Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Программа Экономика. Треть суммы направлена в федеральный бюджет, остальное осталось в области. Примерно четверть денег была перечислена в муниципальные бюджеты. Экономика. На 101 ФМ. Продажа имущества молота не покроет всех долгов. Об этом заявил в беседе с коммерсантом конкурсный управляющий Виталий Шемигон. По его словам, общая сумма долга предприятий – 2,5 миллиарда рублей. Производственный комплекс, интеллектуальные права и дочерняя компания «Молоторужие» продаются за полтора. Эксперты, опрошенные изданием, считают, что продать имущество молота будет сложно. Одна из причин – большие запасы стрелкового оружия со времен Великой Отечественной. Также специалисты отмечают, что сейчас Минобороны отдает предпочтение новому высокоточному оружию. Экономика. На 101 ФМ. К другим новостям РЖД будет отчитываться о перевозках леса. Соглашение об этом с железнодорожниками заключил Кировский Минлесхоз. Оно подразумевает контроли за древесиной и продуктами из нее, которые привозятся на территории региона по железной дороге. Чиновники будут сверять данные с информацией из Единой государственной системы учета древесины и сделок с ней. Фермеры смогут получить в 10 раз больше земли. Такой законопроект внесен в ОЗС. Предполагается, что с 50 гектаров до 500 увеличится максимальный размер участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, которые разрешено предоставлять фермерским хозяйством. Это связано со спросом со стороны аграриев на крупные участки. Документ может быть одобрен на пленарном заседании регионального парламента 16 февраля. 7% кировчан никогда не задерживаются на работе. Это выяснила служба исследований сайта по поиску работы и персонала Headhunter. Оказалось, что большинству кировчан после завершения трудового дня приходится оставаться на рабочем месте как минимум раз в неделю. 13% задерживаются на работе каждый день, 43% несколько раз в неделю, 22% не более раза в неделю. Никогда не остаются только 7% респондентов. Коротко несколько цифр. Евро 17 миллионов рублей должен будет вернуть предприятию «Волговят Цемент» его бывший гендиректор. С 10 на 8 место поднялась Кировская область в российском рейтинге эффективности госзакупок. 1 миллиард рублей на ремонт дорог потратят в Кирове в этом году. В завершение валютах доллар сегодня 59 рублей 2 копейки, евро стоит 63 рубля 3 копейки. Ольга Болезина. Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» 101FM Субтитры создавал DimaTorzok